Итак, предупрежу, что Фокс показывает то ли филиппинец, то ли человек из Малайзии, вот он будет говорить на немножко странном языке, но тут язык не столь важен. Важна картинка. Само видео в не очень хорошем разрешении, всего лишь 360. Возможно, это специально так сделано. Итак, предлагаю сначала посмотреть исполнение этого фокуса, а потом попытаться, может быть, в замедленном просмотре понять, в чем фишка. Итак, запускаю видео. Давайте посмотрим на 1, 2, 3, 4. Вот у него 4 тайла, 2 тайла красных дракун, 2 тайла зеленых. Наберем. Куква только на 1 верти и 1 пола. Оно достаточно, если мы попнули, вот так вот. Наберем. Наберем пила, ловим верти здесь. Наберем опять на 1 верти. Еще одна пола, и так вот. Запахасти только на нем. Милик-прамат. Наберем пила и вот так вот. Наберем пила и вот так вот. Вот так вот. Разгольте chlorок, два verde Это самая разгольте, и пакалав Belle Разгольте нашood камера 7 с melt Первый ATE Вторая ходит Разгольте С flick Чаще Кл coming Еще Круто Опять берет два разных дракона Складывает Внизу два красных Так, зеленый Тут не показалось, что Что на том было Не получилось Нет, это стрим фокуса Красный, зеленый Вот здесь уже поменялся Здесь должен быть красный Это ... Это черный, это черный, черный, черный Вот это я не понял. Ну что, господа, не пускайте его в наше казино. Какие будут предположения, как это было сделано? В любом фокусе верным является скорее всего самое простое предположение, что происходит какая-то подмена и в руке у него есть поддельные кости. Это второй вариант, когда специальный реквизит, но я тоже думал, может быть там какие-то чернила магнитные или что-то такое, и он как-то может ими управлять. Но, по-моему, все-таки это обычные кости и происходит просто подмена. Давайте попробуем увидеть этот момент. Он же не показал нам ладони. Но вот как он там их... Вот смотрите, самый показательный, наверное, последний вариант, когда он показывал. Что-то здесь он... Когда у него одна кость в руке, да? Одна. Вот так вот сейчас. Смотрим. Я, к сожалению, здесь невозможно сделать помедленней. Так. Раз. Смотрим за второй рукой. Вторая рука пока была не рядом, да, никак? Это вот странно немножко. Я не вижу, где он здесь поменял кость. Она могла, конечно, взять все это время на столе у него под рукой. Сейчас посмотрим. Вот сейчас ничего нету, да? Тут... Не, не похоже, что он ее притащил. Сейчас он, такое впечатление, что сейчас он поменял. Смотрите-ка, на руку увел. Вот так раз. Он там из другой руки достает этот тайл. Почему? Почему? Так, этот тайл он взял. Теперь посмотрим, взял ли он реально этот тайл, который... Или он взял другой тайл? Вот он положил. Положил, конечно, он странно, согласитесь, да? Очень странно их выкладывают. У него лежат вот так вот две штуки. И... Возможно, возможно, что... Хм... У нее только одна специальная кость. Может, она двухсторонняя, хотя... Он никогда не показывал эту кость с тыльной стороны. Вторую, да? Возможно, одна кость просто двухсторонняя. Но, впервые, что там с одной стороны краски, а с другой белые. Они просто закрываются как-то, закрываются как-то. Зачем такие толстые тайлы? Ну, вообще, это, на самом деле, довольно распространенные в Азии тайлы. Такие, достаточно толстые. То есть вы, некоторые, склоняетесь к тому, что это специальные кости. А вот давайте проверим теорию, что одна из костей двухсторонняя на самом деле. Давайте последим. Видели мы обе кости с двух сторон. Сейчас потише сделаю человека. Итак, вот как он... Во-первых, он очень аккуратно их достает, да? Смотрите. Так, оно... Это переворачивается. Это сразу достается с картинкой. Это с картинкой. Это тоже с картинкой. Значит, мы три штуки не видели. Три края. Он показал только... Ага. Так, так, так. Смотрите. Так, вот здесь вот этот был важный момент. Вот сейчас он все показал, да? Еще раз. Тыльную сторону сколько... Одну... Так, все. Значит, самую нижнюю не показал тыльную сторону. В нижней кости. Самая правая кость, мы не знаем, что там с другой стороны. Так. Значит, нижнюю кость, мы ее не видели. Вот, сейчас он их перевернул. Он сейчас перевернул нижнюю кость кверхтормашками и показывает нам их с другой стороны. То есть, на самом деле, там с другой стороны еще зеленый нарисован. У него, значит, два красных уже справа. Сверху сейчас идет красный. Красный на красного положил, зеленый на красного. Соответственно, сейчас ближе к нам два красных будет. Ближе к нам будет два красных. Точно. А там он один переворачивает. Ну, смотрите, мы разгадали. Одна из костей двусторонняя. На одной стороне написано, нарисован красный, но рвой зеленый. Соответственно, его задача вот так вот составляя эти кости никогда не показать тыльную сторону одной из костей. Вот сейчас даже можно было видеть, что там просвечивался красный у него. Вот правые две кости он никогда никому не дает. Вот этот ближний к нам двусторонний, красный. И сейчас он его перевернет. Следим за правой частью. Тут ему типа не получилось. Ему нужно нижнюю кость перевернуть. От ближнюю к нему. Вот. Вот он их переворачивает. Все. Ну, блин, я подумал. Тут реально магия. Но прикольно. Я на самом деле, когда первый раз смотрел, пару раз внимательно все смотрел, не мог понять, в чем дело. А теперь стало понятно. Одна из костей переворачивается. Ну, прикольно. Надо раздобыть такую кость. И тоже всех смущать. Ну, это прикольно, потому что, смотрите, ему достаточно иметь все лишь одну нестандартную кость, чтобы показывать этот фокус. То есть, три кости обычные, и одна необычная. Сейчас он перевернул. Вот, можно еще раз посмотреть, как он перевернул-то кость в руке. Увидим мы это. Так, стоп. Вот, ага. Типа он показывает, закрывает, но здесь он уже перевернул ее. Окей. Все работает. Разрушили магию. Я думаю, мы сейчас будем долго сидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА